Дистанционных методов исследований в Морском гидрофильическом институте Национальной Академии Наук Украины в Севастополе. Более 30 лет уже занимаюсь дистанционными методами, в первую очередь, приложением исследования и изучения океана. Ну и сегодня это третья лекция, в том цикле лекций, в рамках которого существующие по созданию лаборатории спутниковой океанографии. И сегодня мне хотелось бы остановиться и немножко рассказать именно о инфракрасном диапазоне. Ну, что бы хотелось осветить вот в этих двух лекциях, которые будут сегодня и завтра. Это следующий раздел. Это основные принципы зондирования инфракрасного диапазона. Проблемы восстановления температуры поверхности океана. Спутниковые радиоэлектрические системы современные, которые находятся на орбите и дают постоянную информацию. Примеры применения спутниковых данных для изучения процессов и явлений в океане, в морской свете и некие вещи, связанные с более практическим применением. И на завтра я хотела бы просто сделать, это скорее будет не лекция, а такое более-менее практическое занятие. Тогда я покажу, какие архивы спутниковых данных существуют, где они находятся, как с ними работать, как получать вот эту информацию. Потому что в настоящий момент времени действительно существуют огромные массовые информации и может быть отсутствие, собственно, навыков в их получении, вот эти обработки информации является, в общем-то, одной из проблем основных. И мы попытаемся завтра вот в интерактивном режиме посмотреть, где находятся спутниковые данные, что с ними можно сделать, как построить карты временные, леты и так далее. И показать, тоже продемонстрировать некие инструменты для обработки непосредственно спутниковых данных. Так, ну, многие из нас не задумываются, что мы живем, в общем-то, в мире полностью наполненным электромагнитными волнами. И все, что нас окружает, является, с одной стороны, поглотителем вот этих электромагнитных волн, с другой стороны, источником. Если мы будем говорить, в общем, о дистанционном зондировании, с использованием именно электромагнитного излучения в качестве основного источника, о объезде излучения, достаточно условно разделяется вот диапазон на следующий диапазон, это оптический диапазон, это тот диапазон резьбу, в котором, по сути дела, мы видим, от 0,4, это фиолетовый до 0,7, это красный свет. И, если мы говорим о дистанционном зондировании, основной источник излучения здесь, это солнышко, и, когда мы смотрим на Землю и на окружающих, мы видим отраженное или рассеянное излучение, которое несет информацию об объезде. Следующий диапазон, он называется оптический инфракрасный или ближний инфракрасный диапазон, где тоже основной источник энергии это Солнце, но уже это невидимый глазу и только может регистрироваться при помощи определенных приборов. И, наконец, вот тот диапазон, о котором я буду говорить, это инфракрасный диапазон, или называют его тепловой инфракрасный диапазон, в котором основной источник информации и данных это собственное излучение предмета. И именно собственное излучение предмета фиксируется на уровне спутника и дает информацию о тепловых характеристиках, клинических характеристиках поверхности океана или любого другого объекта, который... Ну и дальше у нас тут будет неприволновое излучение, я думаю, в дальнейшем вам будут говорить о нем больше, и, как мы знаем, радиолома, который тоже достаточно условно разделяется. И в этом случае тоже это может быть информация о собственном излучении поверхности, или активной радиолокации, это излучаемая радиация и поднимаемая радиация непосредственно носительная. Ну, остановимся именно на непрекрасном диапазоне. Это тот диапазон, как я уже сказал, который называется тепловой диапазон, и понятно уже по собственному определению, что основная информация идет о тепле, или о его характеристике, это температура. Вот типичная карта температуры Черного моря, на которой мы видим достаточно большое количество пространственных особенностей, которые вызываются в динамическом процессе на океане. И это одна из основных причин, почему температура является информативным параметром, и почему достаточно много усилий, направленных в первую очередь на изучение температуры. Ну и, конечно, второй параметр, или второй аспект, скорее, получения температуры, это те климатические изменения, потому что основная солнечная радиация у нас поглощается в океане, и дальше, в результате взаимодействия океана с атмосферой, у нас происходит вся вот эта кукла, которую мы называем погодой или тематическими изменениями. Несколько слов, может быть, более подробно, о том, как вообще осуществляется дистанционная зонтировка. Я, конечно, извиняюсь, но, может быть, там есть специалисты уже, которые знают, и это достаточно отвлекательно. Ну вот, в различных спектральных интервалах, как я уже говорил, у нас может являться одним основным источником солнечного, которое светит на поверхность морской, и мы получаем рассеянную, или отраженную радиацию, которая, опять же, трансформируется в атмосфере, попадает на скульпт. Но мы будем говорить о инфракрасном диапазоне, где, как я уже сказал, основной источник радиации, это собственное тепловое излучение морской силы. Таким образом, любое нагитое тело, оно излучает. Мы чуть позже остановимся, я покажу, каким образом, какой функция планка, закон планка описывается. И дальше проходит на скульпт. Потенциально ослабляясь в атмосфере и трансформируясь за счет того, что атмосфера является, собственно, опять же, источником излучения, и часть излучения попадает на скульпт. Минусы. Дистанционно-транзирные в ЭК диапазоне это основной минус, конечно, это присутствие облаков, которые являются непрозрачными для ЭК диапазона, и в случае облачности мы будем получать температуру не морской поверхности, а облаку. Мы потом еще, может, вернемся к этой истории. Но, как я уже говорил, основное, я очень мало буду показывать еще уравнение и форму всевозможных на этой презентации, что основное уравнение, которое определяет излучение, собственно, излучение любого нагрева отцена, это так называемая функция планка, которая описывает излучение с единичной площадки в единичный диапазон двенугол, в единичный угол, и, соответственно, мощность излучения. Что всегда входит в эту функцию? Это постоянная планка, скорость света, длина волны и постоянная больсмана, и температура, которая, собственно, имеет гретое тело. Что здесь важно и что здесь, как мне кажется, достаточно интересно? Вот оптический диапазон, то есть всю энергию, всю энергию, которую мы получаем, вся Земля получает, мы получаем в основном снаружи, это в подсолнышко, и в оптическом диапазоне. Вот функция планка, если мы нарисуем от длинной волны для температуры Солнца, максимум имеет где-то в зеленом-красном теплозоне, в районе полумикрона. Вся вот эта вот энергия поглощается атмосферой, океаном и так далее, и типичная температура 300 кельвинов в океанах или земной поверхности. И переизлучается уже тогда с максимумом смещённый тот самый инфракрасный диапазон в районе 10-й крон-макс. Потенциально это некая такая вот передача энергии из коротковолновой области в длинноволновую. И вот то, что мы говорим, что парниковый эффект достаточно модное явление Солнца, это по сути дела то, что энергия, поступаемая на Землю, дальше переизлучается в другом спектральном интервале. И если у нас есть какие-то абсорбенты в атмосфере, она может поглощаться больше. То есть в оптическом диапазоне дырочек, а здесь у нас некая крышечка, и мы поимеем парниковый эффект, который и вызывает в ряде случаев вот те прогревы, которые мы наблюдаем за последние годы. То есть еще раз, основная область. То есть солнышко светит, нагревает Землю, и Земля собственное излучение дает, и которое может быть зарегистрировано на Солнце. Все хорошо, все просто. Казалось бы, дальше мы, зная вот это интенсивное излучение, просто-напросто восстанавливаем ту эффективную температуру, с которой она светится. Но не все так просто. Как я уже говорил, излучение трансформируется в атмосферу. И за счет этого, соответственно, мы наверху имеем уже не соответствующую температуре излучения, а некую величину, которая отличается. Вот это о том, чем я говорил немножко раньше. В видимом диапазоне у нас есть. Это пропускание атмосферы. Типичная картинка, которую вы можете найти в любом учебнике. Длиноволны. Вот мы видим, что существуют компоненты атмосферы, которые поглощают различных спектральных интервалах и уменьшают пропускание атмосферы достаточно сильно. То есть если в оптическом диапазоне оно может достигать 70-80%, то в ряде диапазонов падает до нуля, потому что вся радиация, которая идет от Солнца, она поглощается. И паниковый эффект, собственно, когда попадает излучение вот в этот диапазончик на Землю, где очень прозрачно, а излучается уже вот в этом районе, где достаточно прозрачно, но где есть скрылочки рядышком с самого СО2, который может поглощать излучение, и в силу этого, опять же, излучение остается большее количество излучения на Земле. Это и из парникового эффекта, по сути дела, когда мы получим радиацию отсюда, пытаемся отправиться обратно от Земли, но может поглощаться и увеличивать температуру. Таким образом, в первую очередь, в ЭК-диапазоне нужно решить такую вот задачу, это как, каким образом учесть поглощение в односфере. Вот тут еще будет сейчас одно уравнение. Вот такая вот простая степень. Принимаемое излучение на уровне спутника, оно состоит из нескольких частей. Первое. Это собственное излучение поверхности, функция планка, которую мы писали раньше, на функцию пропискания от поверхности до спутника, и умноженное еще на некую излучательную способность. Если вверху функция планка, это функция, которая описывает излучение абсолютно черного тела, так называемого, то реальные объекты, они имеют излучательную способность, отличную от единицы. Поэтому доля излучения, которая будет исходить от этих объектов, она просто-напросто будет меньше, чем излучение абсолютно черного тела. Для морской среды, для морской среды, вот эта вот излучательная способность достаточно высока на прокрасном диапазоне. И составляет от 98-99% или 0,99-0,98% для диапазона в управлении 10 микрон. И вот еще здесь есть окошечко, которое тоже используется иногда для восстановления температуры. порядка 0,96% излучательная способность в диапазоне, так называемом, первом огне, или диапазоне 3-4 микрон. Следующий член уравнения, это тот член, который отвечает за поглощение радиации в атмосфере и переизлучение уже и собственной температуры атмосферы. Мы знаем, что атмосфера у нас имеет отличную температуру от температуры поверхности. И в простейшем случае 6 градусов на каждый километр у нас идет убывание температуры. Таким образом, вот эта ТАЦ, она, как правило, меньше температуры поверхности. И наверху, вот этот вот, вклад вот этого члена, он является отрицательным. Таким образом, в большинстве случаев, то, что мы принимаем на поверхности, на действительно уровне спутника, оно меньше излучения, чем излучение, которое находится на уровне поверхности. Ну, за исключением, может быть, таких-то достаточно редких случаев, когда атмосфера аномально теплая, и мы имеем температуру в атмосфере значительно выше, чем температура поверхности. И, наконец, последний член в этом уровне, он описывает отражение от морской поверхности, часть излучения. То же самое излучение, если мы посмотрим, интеграмм просто у нас в пределах, которые атмосфера светит. Здесь, если вверх, а этот член написан, то, что атмосфера светит у нас. Вот если мы будем говорить по вкладах уже в терминах температуры, всех вот этих вот, членов последовательных, то, в принципе, здесь, здесь вот эта функция пропускания, она составляет 0,7-0,8, вот. То есть у нас 70-80% от радиации поверхностной доходит до спутника. Соответственно, сколько 20% составляет вот эта радиация, вот, и, и комментирует частично, вот, не полностью. И вот этот вот член, если переводить его в температуру, это от нескольких десяток до единиц градусов. Вообще, когда мы говорим о океане, ну, нам нужно понимать, а какие же, какие же точности нужны. Вот те задачи, которые связаны с климатологией, с изменением температуры однородного верхнего слоя, они говорят, что вот мы должны получать информацию для того, чтобы она использовалась в моделях или в каких-то прогностических расчетах с точностью никак не хуже, чем полградуса, а осредненные 2-3 десятых градуса, допустим, на уровне среднемечных температур. Ну, и получается, что это достаточно непростая задача, потому что мы должны хорошо решать, собственно, вот это вот уравнение переноса, чтобы восстановить вот эту вот температуру. Ну, и прямое, понятно, такое уравнение, оно не решается, поэтому используются так называемые методы, с одной стороны, регуляризации, с другой стороны, просто упрощение эмпирического. Каким образом это делается? Это делается следующим образом. Используются так называемые надогональные методы. То есть, излучение измеряется не в одном спектральном интервале, а в нескольких спектральных интервалах отличных, отличных, по поглощению и по распространению излучений. Таким образом, зная соотношение поглощенной радиации в каждом спектральном интервале, мы можем попытаться восстановить, вот, то есть, убрать вот это искажающее влияние атмосферы и восстановить температуру поверхности. Как правило, вот на спутниках, вот, это пример спутника РИЧА, но который в Скишке 185 года находится на арбите и дает прекрасную информацию, очень большие длинные ряды с разрешением километра, ну, в архивах в основном хранятся от 4 до 9 километров, завтра мы посмотрим более подробно, как можно использовать вот эту информацию, как ее можно получить для любого района мирового океана. Ну, и инфракрасные каналы, которые отвечают за температуру, это каналы 3, 4 и 5. Один находится, как я уже говорил, в ближнем окне прозрачности, и эти два канала так называемый расщепленный магнит 10-12 метров. Используем разные свойства поглощения в атмосфере, основной поглощающей компоненты является водяной пар, и то, что в рамках столба водяной пар одинаково, а поглощение различное, мы можем получить достаточно простые уравнения, которые сводятся, по сути дела, к сейчас немножко дальше провести, которые сводятся, по сути дела, к вот такой вот простой формуле. То есть, температура поверхности океана, если и коэффициент на температуру в канале 11 микроб, на коэффициент на температуру в канале 12 микроб, и плюс некий постоянный речер. Причем коэффициенты зависят несколько от угла наблюдения, и это тоже понятно. Почему? Потому что длина прохождения атмосферии у нас с каждого луча, она разная. Если мы смотрим на терра 1, если мы смотрим на более большие угла, она другая. Ну, теперь я немножечко, может быть, остановлюсь еще более подробно. Таким образом, при вот этих вот измерениях спутниковые системы, которые были запущены, вот, как я уже говорил, с 1985 года, и архивы есть, несколько раньше были, вот, благодаря первой очереди этой национальной администрации по атмосфере океана, но они летают регулярно на арбитах 800-900 километров, и делая, по сути дела, дважды в сутки, могут получить, давать информацию о районе исследований. Полоса захвата у этих спутников порядка, ну, с лишним, тысяч километров, две с половиной, тысяча две восемьсот, в зависимости от арбиты. И таким образом, мы имеем регулярно, регулярно спутниковую информацию о морской исследовании. В настоящее время находятся четыре спутника, вот, имеющие вот такие вот приборы, и которые позволяют получать температуру морской поверхности на регулярной основе. Это достаточно здорово, в силу того, что мы можем посмотреть не только какие-то длительные изменения температуры, но и изменения температуры на коротких, достаточно временных масштабах. Что здесь интересно? Допустим, вот эти спутники, которые постоянно, выходя из строя, отменяются новыми и новыми, вот, передают информацию в так называемом непосредственном режиме. И в рамках системы ВМО эта информация абсолютно открытая, вот, и это работает, по сути дела, как чурчик, что вижу на том поем. То есть, это не картинка какая-то, а скан вдоль трассы пролета спутника, который смотрит влево, вправо, влево, вправо, и в непосредственном режиме передает всю информацию на Землю. До какого-то времени это было не очень удобно, потому что не было больших массивов памяти на спутнике, и спутник вынужден был накапливать какой-то массив данных и сбрасывать на те приемные станции, которые были расположены по всему миру. В настоящее время на новых спутниках не то, можно запоминать всю информацию непосредственно и сбрасывать на пункты приема уже непосредственно в том или ином месте, кроме, но вот этот вот сам режим непосредственной передачи данных до сих пор сохраняется, остается. И таким образом вторая компонента получается просто за счет пролета спутника. Спутник делает 6-7 скан за секунду, за это время как раз он пролетает в расстоянии, и по сути дела мы имеем непосредственную развертку этих данных в том пролета спутника. Следующая система, которая была оперативной и запущенной орбитальной системы, это система так называемая MODIS на спутниках Аква-Этера, опять же, НАССовских, которые имеют пространство разрешения от 250 до 1 метров до 1000 метров и содержат достаточно большое количество каналов. В основном каналы оптические, также есть целая серия каналов инфракрасных, то есть тех каналов, которые регистрируют собственно тепловое излучение. Еще раз повторяюсь. Но в окнах прозрачности опять же в тех же у нас находятся три канала, но если мы хотим исследовать не только и как диапазон позволяет исследовать не только морскую поверхность, но и атмосферу, то есть в линиях поглощения измерять исходящее излучение и таким образом пытаться восстанавливать вертикальные профили температуры. Опять же возвращаясь к нашим баранам, к основной теме нашей презентации, хотелось бы отметить, что спутниковые данные на настоящий момент времени являются огромным весомым вкладом и частью всех гидрометерологических наблюдений. Если мы говорим, что, допустим, четыре спутника содержатся имеющиеся на сканерах, держащих сканер ИВИЧА, где они у нас есть, два спутника Атла и Тера сейчас находятся на орбите, которые тоже могут давать еще четыре изображения в сутки, это про по всему взрывному хору. Таким образом, до 12 пролетов в день мы можем получать информацию. Учитывая то, что орбиты наклонные и проходят в полярных районах, мы можем получать информацию значительно чаще, то есть обзор тех или иных участков и до 30 снимков в полярных областях можем получать соответственно по температуре. Это было достаточно, в общем-то, в свое время, когда я не задумался об этом странным или удивительным для меня сюрпризом, что получить температуру в зимнее время в Баренцевом море или в Норвежском море вероятность может быть даже больше, чем в Черном море за счет того, что количество пролетов спутников больше и если мы имеем какие-то дырки в облаках, они просто-напросто сканируют и на каждом пролете мы можем получить смещающуюся информацию. Существующие данные, которые существуют, они позволяют получать такую-то текущую информацию по расследованию. Читающие периоды оследнения это 3-8 дней, месяц и так далее. То есть эта спутникная система является оперативной, легко доступной и позволяет любому исследователю бесплатно, как я говорю, получать вот эту информацию по любому региону Мирового океана. Ну и это я говорю о орбитальных спутниках в первую очередь. Сейчас я немножечко скажу о геостациональных спутниках. Вот последние геостациональные спутники это спутники, которые летают на экваторе со скоростью, равной скоростью вращения Земли и по сути дела они висят в одной точке. То есть Земля вращается, спутник летит синхронно и в первую очередь это очень удобно для спутников ретроэстационных, которые используются. Но и для метеорологических спутников, спутников океанографических это казалось тоже очень удобно в каком плане? Далеко. То есть та орбита, которая находится, это 36 тысяч километров спутник должен находиться. Напоминаю, предыдущие спутники на орбитах летают 700-900 километров. Так называем все очень сожженная орбита. Ну и понятно, что должны быть очень хорошие чувствительные приборы, датчики, чтобы с такого расстояния достаточно высокой точностью измерять температуру поверхности. И последний прибор, который находится в Севере, он имеет как оптические каналы, так и ментрограссные каналы, которые нас в первую очередь интересуют. И позволяет давать огромную информацию это типичный снимочек, который спутник дает через каждые 15 минут. То есть каждые 15 минут мы можем осматривать полусферу. Понятно, что края разрешения не очень хорошие, но вот мы отберем этот спутник в Севере не дает информацию о перемещении быстрых объектов на поверхности которые являются в первую очередь это облака и используются для метеорологии. Но так и сейчас вот чувствительность уже настолько неплохая, что он позволяет давать информацию регулярную о состоянии морской поверхности. Ну и может быть не океанографический спутник тот спутник который называется Нальца и в первую очередь используется для исследования процессов на суши. Но тоже он содержит инфракрасный канал который уже с разрешением 60 метров позволяет давать информацию о температуре морской поверхности. Это очень здорово когда мы пытаемся исследовать некие прибрежные процессы процессы с малыми масштабами. Вот типичный пример это мой родной Севастополь 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 Бухта которая имеет размеры 600-700 и вот это зона Актеринга более холодные воды и мы видим что процессы маленькие срунки могут разрешаться такого рода системами достаточно хорошо и разница температуры в бухте и вне бухте они хорошо видны. О приложении потом еще расскажу немножко. То есть существуют вот эти спутники до 2008 года лансард были закрытыми платными и понятно были ограничены вопросы. и мало использовались достаточно в океанологических задачах с целью решения океанологических целей. Сейчас как и в оптическом диапазоне так и в ИК диапазоне мне кажется очень интересно смотреть такого рода данные потому что мы можем иметь высокое разрешение и исследовать прибрежные районы лагуны бухты полыньи то есть особенности теплового режима тех объектов раньше о которых мы могли только мечтать и думать ну вот возвращаясь к каналью методам я говорю что здесь это очень простые формулы причем коэффициенты так как спутник один отличается от другого они подбираются эмпирически путем сопоставления с данными собственно дрифтерных наблюдений в первую очередь контактных раньше всегда выглядели но на настоящий момент времени очень большое количество до 3000 дрифтеров каждый момент времени находится по всему мировому океану дрифтер это такой поплавочек с температурным датчиком и как правило большинство дрифтеров это так называемые СП дрифтеры у них есть еще некий парус с центром давления на 15 метров который трассирует течение но в наших задачах в первую очередь интересует температуру дрифтеров скажите пожалуйста вот у нас ведь инфракрасное излучение формируется в микронном слое верхнем а алгоритмы нас сейчас поехали поехали в любой момент если кто-то что-то напоминает если есть вопросы сейчас мы как раз будем говорить об этом ну и поэтому коэффициенты отбираются для различных приборов при выставлении с контактными изменениями и тут у нас возникает следующая проблема вот которую как раз Лиза предпоскетила просто за несколько секунд вот инфракрасное излучение в силу того как я уже говорил что коэффициенты излучения очень высоки а формально это означает что коэффициенты поглощения радиации очень то есть коэффициенты излучения высоки близкие к единице и это следует тому что поглощение очень высокое Поэтому весь поток радиационный формируется буквально в слое, я не знаю, вдоль 1 мм. Ну, это в зависимости от диапазона. То есть это очень-очень тонкий слой, порядка 100 мкм, в рамках которого формируется все инфракрасные значения. То есть мы имеем реально температуру не поверхностного слоя, а температуру очень-очень тонкого слоя излучающего, который находится на поверхности. Ну и тут датчики же, датчики измеряют, как я уже говорил, температуру на глубине порядка 1 мкм. Что получается? При сопоставлении и при отладке вот такого рода системы мы должны понимать достаточно хорошо физику формирования температуры в поверхностном слое. А в общих совершенных штихах она может быть расписана так. Около поверхности у нас находится скинслой порядка 1 мм с перебадами 0,2 до 1 градуса. Скинслой это некий слой, который формируется из-за неразрывности потоков. И в большинстве случаев потоков тепла направлен от моря атмосферы, поэтому он холодный. Он несколько холоднее и зависит от целого ряда параметров. И в первую очередь одним из параметров, которые определяют его, является скорость лета, определяющая поток тепла. Но и в то же время влажность, разница в испарении и температура. Я не буду останавливаться на этом. Если будет какой-то интерес, завтра я могу там показать, может быть, побольше. Второй слой. Вот этот тот самый верхний козеобнородный слой. Он может быть толщиной от десятка до ста метров в зависимости от бассейна. Допустим, в черном море, типичная сезонная изменчивость вот этого слоя. Здесь у нас 8 градусов палка. До 28-30 градусов вот этот слой нагревается в летнее время. И опять возвращается вот к этим 8 градусам. А в морях, допустим, замерзающих холодных, он может уделять еще и в более низкой температуре. Но главное тут, что в рамках этого слоя и ком интересует первую очередь, так как он накапливает основной теплозапас. И в основных океанографических исследованиях измеряется именно температура этого слоя. И вот она играет определенную роль в процессе взаимодействия атмосферы океана. Да, существует разница. Да, вот этот плоским слой надо как-то учитывать. Его можно учитывать просто чисто эмпирически. То есть считать, что это некий шум. У нас будут некие определенные сдвиги, когда мы просто напрямую сопоставляем. Можно напрямую. Сейчас вот у нас есть массивы, массивы достаточно неплохие, данных о скорости ветра. И вводя некие поправки, связанные со скоростями ветра или расчетными потоками тепла, мы можем действительно попытаться просто-напросто сделать компенсацию, прямую компенсацию. Это у меня статистическую. Поверсийный русский слой. Но у нас еще есть, к сожалению, один мешающий фактор. Вот здесь красный, который я нарисовал. Слой немного прогибов. При слабых ветрах, при слабых ветрах, у нас очень сильно поднимается поверхность весной. То есть нет у нас вертикального турбулентного перемешивания. И большая часть солнечной радиации поглощается в поверхностном слое. Еще раз. Значит, как правило, если у нас есть сильная вертикальная перемешивания, несмотря на то, что излучение поглощается в поверхностном слое, разогрев идет за счет механического переноса частичек более прогретых на большую глубину достаточно большого слоя. 10-15 метров, а в нестратифицированных жидкостях может быть и намного глубже. В то же время, при слабых ветрах у нас уменьшается вертикальное перемешивание и разогревается достаточно сильно будет поверхностный сло. Вот эти разницы температуры типичны. Это 1-3 градуса, но могут достигать, допустим, при условиях 4-5 градусов. Вот я сейчас покажу на понимашке, как это выглядит в натуре. В природе. В натуре это как-то-то. В душе цена может быть. Вот. То есть датчик температуры, как правило, измеряет именно этот условие. Мы не всегда можем ответить, хорошо он измеряет или плохо. В дневное время, вообще, сопоставление с контактными данными, оно несколько хуже имеет свои проблемы, потому что те же директори могут прогреваться и давать намного большие ошибки. Может быть, я завтра покажу вам, как это выглядит. Вот. То есть, при сопоставлении мы хотим восстановить верхний позиоднородный слой, но нам мешается в какой-то степени вот этот скин-слой и, возможно, слой дневного прогрева для оценки этих данных. Вот. Один из примеров вот такого вот сопоставления, это данные Севири. Чем хороши опять данные Севири? Каждые 15 минут. Если у нас есть объект плавающий, контактное измерение, и спутник, допустим, видит его два раза в сутки, да? А если у нас есть облака, может и не видеть два раза в сутки, то при безуточных условиях в Севири, это геостационарный спутник, он видит каждые 15 минут. То есть мы можем накопить достаточно большой массив данных для вот этого сопоставления и попытаться даже делать некое осведение, вот, чтобы убить немножечко, уменьшить шумы, вот, собственно, прибора. И таким образом получить вот это вот данные, накопленные всего в течение одного года с дрифтеров в Черном море, которые показывают достаточно хорошие соответствия температуры, восстанавливаемые по данным Севири, по соотношению данных дрифтеров. Это тоже, в общем-то, так, как-то удивительно, в какой-то степени. Если мы говорим, что, допустим, собственный шум у прибора достаточно высокий, казалось бы, мы должны получать худшие результаты. Но за счет того, что он меряет очень часто, мы можем проводить некие осведения, а температура, типичное изменение температуры, допустим, в цикле прогрева, это там 1,2 за час. Только в сильных прогревах, может, несколько больше. И за счет этого получить достаточно хорошие соответствия. Ну вот, в Севири. Это должна быть анимашка. Я попытаюсь вам еще потом его... Сейчас покажу здесь. А вот, куда это настроено.